5 секунд remaining 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 3-1-1 от команды Empire 5 секунд remaining 5 секунд remaining 1-1-1-1-1 от команды Empire Ну, увидим, как будет все развиваться Так, кто у нас забрал Resolution забрал у нас баунтируну на топе и Super забрал баунтируну внизу. Напомню еще раз, напомню еще раз, это гранд-финал, это первый матч в формате, в формате Best of 5, но Empire уже начинает с одним поинтом впереди, потому как по сетке венуров они уже один раз Вичи Гейминг наказали. Сф против Вайпера, по сути, сфу здесь должно быть неприятно, коррозив скин от Resolution, тут Сфа съедает просто в хлам вообще. Плюс есть Позен Атак, которым можно спамить Супера без вопросов, без агро на себя крипов. Просто главное, наплевывая периодически, не давая расслабиться Сфу, наверное, этим Resolution и будет заниматься. Не надо ему в этом даже помогать и подсказывать. Йоку в это время на сложной линии, у него есть тапок, у него есть танго, больше у него в принципе ничего нет, и блочит он крипов, блочит, заблочил так, чтобы дерево голема привязала, причем крипы разносит у нас голема, дабл отвод у Файа получается на все 100%, Йоку в этом, наверное, даже немного помог. Продамажил и крипов, и големов, и теперь и големов легче забрать, и Файу, и крипам легче умереть, чтобы не пойти на линию и не дать лишний экспириенс Йоку. Ice Ice Ice, крипам не подходит, у него нет фиссуры, ему нечем здесь добивать крипов, поэтому Ice 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 у нас 0 убита, 0 за Денайна, Ice 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 бомжует, ха-ха. Empire, по золоту выигрывают неизвестное абсолютно количество денег на графиках, я думаю, вы видите, по экспириенсу 100+, для Империи. Ну что, что это такое? Сколько это? Сколько этот заборчик стоит? Все, обновились графики, 200 выигрывает Empire. Окей, выходит Always One Offline на mid lane. Есть vision у команды Vichy Gaming, знают, что здесь Always One Offline, поэтому Super близко не подходит и ждет. Любое движение от Always One Offline в сторону Super будет обязывать Super отходить быстрее по Tower. Ну, контролит он более-менее крипов, и понятное дело, что игроки такого уровня у нас забыться на миде не могут себе позволить, соответственно, и подставиться тоже. Ну все, вот, вы видите, шаг туда, шаг в сторону Т1 от Always One Offline, два шага назад от Super. Все, Always One Offline ушел, об этом прекрасно знает мидер команды Vichy Gaming, уходит назад на триплу. Как там Йоку? Бедняга Йоку, крипам вообще не может подойти. Двух договорял, еле-еле и... И все, и на этом его фарм оканчивается. Пока что у нас без... не только без фастблат, но даже без файтов, которые этот фастблат могли бы ограничить. Огромные пачки крипов здесь от... 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 от Always One Offline. Для кого? Все это для Silent, в принципе. Флэк Кэнон, Рокет Бараш. Немножко совсем и Silent пойдет у нас крипов всех этих забирать себе. Пока что у нас масса отводов только на одном споте. Тоже плюс безусловный. Здесь скрипы сами дерутся с нейтралами, просто чтобы ничего не доставалось. Сайс-сайс, и это важно. Сложная линия потому и сложная, что тебе не дают никакой возможности фармить, получать экспириенс ты можешь. Но чтобы деньги зарабатывать, для этого надо какие-то уникальные способности иметь. Например, ракетку, которую максит Клокверк. Или, например, иметь Фессуру, которой Шейкер мог там позволить себе двоих крипов убить. Но на этом раздолье Шейкера закончилось. Айс-сайс кое-как еще крипов забирает. 4-1 у него. Со второй ракетой им, в принципе, это попроще уже. Не всегда, конечно, можно подугадать, подрасчитать все верно. Да и КД немаленький на ракетке. Но, тем не менее, хоть какие-то деньги капают. Айс уже даже на тапок себе насобирал. У СФ в это время 13 на 0. У Резолюшина 21 на 9. Ну и СФ не просто здесь. У Резолюшина почти 6 левел. Так, у нас пошел подкоп от ФА в Йоку. Йоку с ДД бежит у нас за ФА. Отменяет Фессуру. Стопит ФА и Фессура. ФА долго надо отходить. Глимсует его назад. Ну и здесь Кенетик Филд. ФА скорее всего на ФБ отдается. Подкоп по троим. ФА все хорошо сделал. Если бы у него было ХП в 7 раз больше, то может быть даже и вышел. В это время Айс разваливает у нас от Сайлента. И от Овесу на Флай. 2 килла от команды Эмпайр. На пятой минуте быстренько, ровненько. Минус 2 делают и забирают кучу деньжищ. Во-первых, ФБ. Во-вторых, так, ФБ, кстати, кто забрал? А ФБ у нас забрал Шейкер. Шейкер его заслужил. Шейкер начал эту драку. Шейкер эту драку закончил. 5 минут сыграно. По голде Эмпайр. 1500 по экспириенсу. Да ничего в принципе. 150 выигрывает Эмпайр по экспе. Сайлент. Уже. Приобрел себе фейсбуцы. По-моему, где-то близко. Нет, не близко. Да, близко, конечно. Еще один крип. И к Сайленту уже будет лететь Аквила. Стандартная сборка от Сайлента. Если будет все хорошо для команды Эмпайр, то это будет Яша для Сайлента. Если будет не очень хорошо все для команды Эмпайр, то это будет БКБ для Сайлента. В это время у нас Always on a Fly на Мидлейне. Немного тут подприумирает. И ракетка, по-моему, полетела не в Always on a Fly, если я не ошибаюсь. Попала, могла бы и убить. 70 хп всего было у Рубика. Можно было его развалить. Резолюшн на 250 хп. У него уже есть Power Threads. Надо только себе принести у СФ. В это время Power Threads нет. СФ у нас по фарму проседает на самом деле. А Вайпер 25 на 13. 23 на 3 у Супера. Так, а на что по Нетворцу? По Нетворцу. Да нет, по Нетворцу всего-то ничего проигрывал Супер. Сейчас еще и вперед выйдет. Вышел. Обгоняет у нас Вайпера по фарму. Резолюшн потерял все свое преимущество, которое было на ранних минутах. В это время у нас Айс 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 на топ-лей не разваливается. Сайл на Тайл Лоха Дэнс. Вот, пожалуйста. Кенедик Филд, Сандер Страйк и Раскаст кулдауна от Герокоптера. Есть ракеты Юзай Ракеты. Это единственные правильные ракеты на данной линии. Рокет Флэр то, что делает кулдаун, разумеется, себе позволить не может. Глимс сразу же у нас Айс 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 Айс. Не понял, каким образом. Как это было возможно. Что это такое? Это, по-моему, Глимс, который... Это матч-часть, которую не выучил у нас бедняга Айс Айс Айс. Секундочку. Да, по-моему, там нельзя телепортировать, глимсовать на расстояние более чем какое-то там. То есть, после ТП тебя глимсует, видимо, в точку, в которой ты был здесь до смерти. Да, странновата история, на самом деле. Немножечко. То есть, ТПшится вообще вариантов никаких. Если ты умер и сразу вернуться на лайн... Странно, странно, странно. Ну, такая нынче дота. Не знаю, мне кажется, надо это бустить, потому что это какой-то немного дисбаланс вообще. И... Ерунда, получается, полная. Ну, вы видели то, что видели. Айс Айс Айса отсюда. Затащила вот сюда, и здесь ему смерть полнейшая настала. 5-1. Команда Эмпайр впереди. По голде. Эмпайр выигрывает 1600. По экспириенсу немножко совсем. Всего лишь там 100 с копейками. Это онлайн. Это онлайн. Это не запись. Это онлайн. Еще раз для всех повторю. Это онлайн матча. Который мы не стримили. Теперь вот стримим. Матч этот прошел. Матч этот был 10 мая. Мы сейчас в прямом эфире комментируем матч, который был в прошлом. Так что располагайтесь поудобнее. Гранд-финал. Дота 2 Чемпионс Лиг. Студия игрокам ТВ и друг у микрофона. Супер. На резолюшн. ФАй. Пошел Хекс в резолюшн. А подкоп по резолюшну. Супер. Пытается разобрать резолюшн. А, кстати, не так-то просто. Крузив скин 2. И обратка пошла от команды Эмпайр. ФАй уже на ЛОХП 100% отсюда не уходит. И хотя бы Суперу бы уйти отсюда. Телекинезом назад его возвращает Олэсон офлайн. Но там уже дэмэджа ни от кого влиться не могло. Вайпер Страйк. От вайпера пошел у нас в Леона. Поэтому его быстро разобрали. Айс, айс, айс. Тэп-аут. Айс, айс, айс. По-быстрому тэп-аут. Кулдаун здесь был от Сайлента и Алоха Дэнс. Тоже был близко. В любом случае не уходил своим ходом никаким образом. Здесь Клокверк. Ну, у Клока дела не алло совершенно. 1300 общий Нетворс. У него 1300 также у Фенрира. И 1300 для Ифая на одном и том же уровне с ними. Айс, айс, айс. Йоку уже 2 100 где-то насобирал. Это при том, что с линии его выгнали давным-давно. Always on a fly пришел у нас фармить нижний лайн. Хао стоит, ждет как бы ворваться в Always on a fly. Но для этого под пушей должен Фенрир. Смотрим. У Хао есть первый сворм. Есть четвертый Шукучи. И так, в это время у нас Леон убирает Геррокоптера с карты. Убили Геррокоптера. Ну, я даже и в принципе, да, там по количеству ХП можно было проследить. Не проследил. Слишком быстро у нас Геррокоптер отправился в таверну. Хао. Заканчивается у него Шукучить. Цепляет Алоха Дэн. Статик Шторм под ноги. Кинетик Фил туда же. Ну и Хао здесь из Статик Шторма просто не выйдет. Минус Хао. На лоу ХП. Дизраптор. Сформ с него сбросили. 20 хиллспоинтов остается у Дизраптора. Можно жить. Полетела ли ракета? Ракета 100% полетела. Куда только она полетела. Куда-то, видимо, сюда. Если сайт запустил эту ракету. Хотя мог добить... Нет, 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 нет. Никуда не полетела. Раньше потратила сайт свою ракету. Не дождался момента, когда она действительно будет полезна. У Гирокоптера. 77 на 16. Первое место по Нетворсу. 400 у Вайпера. Резолюшн обгоняет СФ на чуть-чуть. Но, тем не менее. Это при том, что СФ уже у нас отправился во вражеские леса фармить. Вообще некомфортно Суперу на линии. Ну, вспомним третью игру финала Венеров. Вот это... Напротив слова дискомфорт вообще должна быть ситуация, которая была у Супера в Миде. Где-то в Википедии. Просто скрин оттуда. Там Супер бедняга не знал вообще, что делать. Там издевательство полнейшее. Тинни плюс Висп и Супер нон-стоп у нас умирал. Алоха Дэн забирает Леона. Хотя казалось, что Сайлент Рокет баражем заберет. Алоха Дэнс так Алоха Дэнс. 2-8 счет. По голде. 2 тысячи Эмпайр. По экспириенсу 300 тоже Империя. Супер под Свармом. Рубик, ты что чудишь? Тут Рубик уже Сварм раздает. По всем бедняга Супер... Уже даже от Рубика начинает гореть. Жесть какая-то. Финрир получает 6-й левел с Фамильярами. Выходит на Мидлейн. Тауэра в принципе нет, поэтому можно и подойти в спину. Попробовать зайти в команде Эмпайр. Always Wanna Fly вместе с Алоха Дэнсом. Вместе с Резолюшином под Смаком. Идут по лоу-граунду. Их видит Хао. Сразу же Вижен от команды Эмпайр. Вичит гейминг в рассыпную. А у Хао дела вообще не алло. Хао на третьем месте по Нетворцу. Но так посмотришь на его закуп. Ничего вообще интересного. Ринго Факвила и ПТ для Вивера. Смотрим на Гирокоптера. У Гирокоптера уже есть Ринго Факвила. Есть Фейсбут Си. Есть Хелм оф Айрон Вилл. Рецепт на Драм оф Эндюранс. И осталось всего лишь 100 копеек Сайленту для Роб оф Зе Мэджин. Айс, айс, айс. Под колдауном. Под статик штормом. Под всем хейтом вообще от команды Эмпайр и Финрир. Мог бы в принципе плюнуть в ответку Сайленту и половину ХП точно снести имеющегося. Но развернулся. Себе дороже. Потому что если бы поймали Финрира, развалили бы 100%. Два удара Флэг Кэннона и пара тычек от Рокет Бараш. Понятное дело, что Сайлент развалился бы. Сайлента убивают у нас. В итоге Вивер забирает этот фраг. Хау удачно подошел первое убийство для него. 3-9. 3-9. Команда Эмпайр. Эмпайр впереди, хотя здесь много денег подарили своим оппонентам. 700 по голде Вичи Гейминг и 1100 по экспириенсу. Тоже Вичи Гейминг в этом файте. Эмпайр по итогу. 1500 впереди по золоту и 0 абсолютно по экспириенсу. Я так понимаю по пушу, по пушу только топ лейн. Так, ССФ у нас в это время забрал Шейкера. Все это случилось на сложной линии команды Эмпайр. Супер забирает Шейкера на сложной и уходит отсюда. Сайлент уже прилетел, уже готов файтиться. Кулдаун от Сайлента, просто байт на себя. Никто близко даже не подошел. Ну ладно, заберу крипов. Подумал Сайлент. Понятно, 60 секунд, 50 точнее секунд кулдауна. Можно позволить себе кулдауна на кулдауне. Можно себе позволить юзать его хоть по крипам, хоть по деревьям, хоть по товарам. Смысла, правда, немного, но... Может себе позволить Сайлент. Как-то меньше... Крипов, я так понимаю, Сайлент заформил. Что это такое? Что здесь происходит? Что вы тут устроили? Так, у ССФа уже есть мека. Супер по этой кривой... Ньюскульной комбинации собирается. Есть у него мека. Возможно, появится Юул. Потом будет Даггер. А потом не будет демоджей для СФ. А потом у Юйой, как мы могли. Что же не так? Почему СФ все время умирает? Потому что СФ не должен хилить. СФ должен бить. Хилить должен кто-нибудь другой. Например, Визаж. Например, Визаж. Или, например, Леон с мекой. Ну, у нас мека на СФ. Ранее, вроде бы, относительно. А с другой стороны, СФ бесполезен. Ну, как мне кажется, всегда мека на саппортах. Пускай она была попозже. Но она решала, почему. Потому что пока саппорт обеспечивает тебе жизнь в файте. Ты можешь раздать демодж. Но теперь мейн керри. А можно считать, действительно, его одним из мейн керри. Командович и гейминг обеспечивает жизнь всем в команде. Но кто будет бить, непонятно. На кой жить, если вы демоджи не наносите. Просто, чтобы не умирать. В это время у нас Айс-Айс-Айс разваливается на мид лейне. Фай. Фай не влазит. Командович и гейминг забирает Роху и Аегис для СФ. Вот так вот. А зачем Аегис и СФ? Чтобы успеть вкастовать меку. СФ возвращают. Посмотрим, что вообще мека... Мека была проюзана еще на Рошане. Супер у нас теряет Аегис моментально. Йок уже готов топнуть. Под ноги. Стан по суперу. Эхо-слэм Йоку так и не дал. Колдаун разваливает у нас СФ, а разваливает ФА. И это минус 4 от команды Эмпайр. Считая Айс-Айс, которого на мид лейне забрали. Даблкилл от Резолюшена. Ну и Хау. Хау бедняга с одним. Альтимейтер бомб. Пока что Хау не может выйти в Линкулинг. А здесь действительно вещь полезная. Во-первых, Глимс. Во-вторых, Вайпер Страйк. В-третьих, Телекинез и Фейтболт от Рубика. Тут почти все точечно, не считая, допустим, колдауна Гирокоптера. Или статик Шторма Дизратора. Так, в принципе, процентов 70 с пылов точечные. Ну и Шейкер, конечно, АОЕшный ребятенок. Но, тем не менее, основную неприятность Виверу доставляют контролящие спелы. Такие, например, как Возвратка, Глимс. Такие, как Телекинез. Все Дизейблы, все Станы. Точечная Ракетка или еще какая-нибудь ерундистика. Эхо Слэм от Йоку. Хау никто здесь не жалеет. Хау юзает у нас, кстати, таймлапс. Уходит подальше. У Йоку нет маны на Фиссуру. Но у Йоку есть Даггер и есть Глимс. Ну что, Глимсует у нас назад Хау. Под колдауном Хау половину ХП себе сливает. Пытается размансовать и уйти отсюда. Фиссура от Сайлента. И Аллуха Дэнс так уже. Просто на трупик... На трупик Вивера бросил Статик Шторм. Просто, чтобы скрыть улики того, что произошло на карте. 14.5 по графикам Эмпайр. 4 с копейками по экспириенсу. Полторы тысячи тоже коллектив Эмпайр. 18 минут сыграно. Первые два Нетворца, как уже повелось. Противостояние Империя против Фичи Гейминг. Для Империи. 9 тысяч Сайлент. 7 300. Идет у нас Резолюшн. И дальше Хау. Почти 7 тысяч на Вивере. Ну и Супер. Мидлейнер команды Вичи Гейминг. Вообще не Супер. 7 тысяч он. 7 тысяч. В принципе, ровно по отношению к Вайперу. Но не будем забывать, на ком играет Супер. Это даже не Dragon Knight. Это SF, который обыкновенно во всех играх, более-менее ровных играх команд, не имеет себе конкурентов по Нетворцу. Тот, который имеет максимальный КС на старте, максимальный Нетворц. Тот, который хотя бы товара добивать умеет. Ну, не прет Суперу. И тут уже все это более чем очевидно. 4-0 идет Аллаха Дэнс. 4-1 Резолюшн. 4-2 Сайлент. А дальше отрицательный КДА от команды Вичи Гейминг. Ну, они всего 5 фрагов сделали. И 14 раз умерли. Понятно, откуда здесь положительный КДА. Для кого вообще? 3-4 идет FY. 1-2 Супер. 1-2 Хау. 0-1 Финрир. И 0-5 идет Айс Айс Айс. Крутой игрок. Крутейший, наверное, по моему мнению, так точно. Крутейший игрок команды Вичи Гейминг. Но в данной игре... В данной игре, в принципе, якорем является Айс 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 для своей команды. Тащит их вниз. Нетворц слабый. Закуп вообще никакой. Файты от Айс 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 Айса мы не видим. Потому что все, что делает Айс Айс Айс, это умирает. Два асиста, правда, есть. Дорогого это точно не стоит. Вообще, у команды Вичи Гейминг все противостояние против команды Эмпайр не удается. И с экономической точки зрения, и по поводу экспы везде проблемы. Ну, сейчас уже 4000 проигрывают. Так, визаж у нас от Йоку терпит. Ну и все, разваливают Йоку. Алоха Дэнс, мега килл. 5-0 идет у нас Дезраптор. Умирать Алоха Дэнс не собирается. Нормальный такой атакующий саппорт. Саппорт, который... Который делает больно всей команде, начиная от керри и заканчивая... Ну, начиная от саппорта и заканчивая керри. Так, Алоха Дэнс. Моментальная раскастовка. И кинетик филд. И стадик шторм под ноги Файу. И на него же урну в шаду. Ну, что происходит? Это Алоха Дэнс. Это саппорт. Это Дезраптор. Это Дезраптор, который сам по себе одиночные ганги умудряется делать и разваливать всех и вся. СФ у нас разваливается на мидлейне. Тут даже отправляется у нас, кстати, и Рубик. Убивают еще и Сайлента. Вот это Айс 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 взорвался здесь. 0-5, правда, идет Айс Айс Айс. Вивер в итоге забрал, 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 забрал Киллинг Сприз 3 код Геррокоптера. И кто забрал у нас Рубика? Рубика забрал у нас СФ после смерти. В итоге 2-2 разменялись. Все это безусловно в пользу команды Вичи Гейминг. Забрали Майн Керри. Забрали топное творчество на карте Сайлента. Конечно, для них все это графики должны чуть-чуть вильнуть вверх в сторону команды Вичи Гейминг. Йоку опять с ДД. Где ты их берешь постоянно? Йоку у нас как будто ДД в магазине покупает. Как ни гляну на него, Шейкер постоянно с дабл дэмэджем. Да, он не очень полезная штука для Йоку. Но, с другой стороны, лишние 75 дэмэджа, почему бы и нет. Все равно контроль долгий. Ударить пару раз успевает. Шейкер пока все раскастует. Резолюшн перемещается на топ лейн, потому что у нас здесь замес. У нас здесь Вивер. По статик штормом успевает Вивер в итоге сделать... Таймлэпс. Сейчас Глимсанут назад, скорее всего. Хао, нет. Хао прячется у нас в кусты. В Шукучах бегает Always on a Fly. Дальше в Шукуче за Хао. Always on a Fly просто чудовищно крутой на Рубике. Ничего с этим не сделаешь. Коги ставит Рубик. Забирает Коги у Айс Айс Айса. Ставит Коги, чтобы сбить ТП-шку тому же Айсу. Просто загляденье. Что Рубик, что Алоха Дэнс. Это не саппорт и это какой-то подарок для команды Эмпайр. Йоку уже перестал так мощно выглядеть, как выглядит сейчас Алоха Дэнс. 6.06 и Рубик от Always on a Fly. Но скилл просто великолепный. Вспоминаешь лучшие годы, наверное, команды Нави и Куроку, который чудеса творил. Теперь чудеса здесь творит совсем другая команда. И, возможно, она на Инте приятно удивит всех и каждого. Тех, кто еще об Империи не слышал. Ну или хотя бы не слышал вблизи и вплотную. Резолюшн нес себе собранный Аганим уже. А там где-то умер Курьер. Сейчас глянем, где именно. Курьер умер у нас в лесу. В принципе, команда Эмпайр. Ну, кто его убил, я не обратил внимания. Курьер был уничтожен. И пока что откладывается Аганим Резолюшн еще на 2 с лишним минуты. Я уже молчу о том, насколько Аганим Айс 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 откладывается, наверное, до следующей игры. Или, может, даже до следующего сезона Дота 2 Чемпионс Лиг. Так что невелика потеря. Хао в Шокучах избегает встречи с Алоха Дэнсом. У Алоха Дэнса уже есть поинт-бустер, готовится выйти в Аганим. В Курьера его не клади. Курьер очень ненадежен для команды Эмпайр. У Йоку готовится выход в Форс Став. У Рубика Форс Став уже есть. Решил в Суна Флай приобрести Форс Став. Ну, был Став Куплен до этого. Поэтому Даггер, если и появится, то только попозже. Наверное, не лишним будет Даггер для команды Империи. Они все-таки давят экономически, давят морально на команду Вичи Гейминг. Все время навязывают драки там, где им удобно. Отсюда и преимущество в файтах. У Хао появляется Ленка и после Ленки появляется Митрил Хаммер. По данной игре вполне может быть, что Хао данный артефакт приобретает, чтобы из него БКБ потом собрать. Не Дезолятор на Хао, а БКБ. Хотя 2-2 не так часто у нас умирает Вивер. С другой стороны, не так сильно за Вивера еще взялись. Хао пришел добить Тауэр на топе. Правильно, зачем он стоит. Глаза мозолит команде Вичи Гейминг. 25 минут сыграно. Always wanna fly. Хао подбежал в Шукучу, убегает в леса. В итоге у нас Always wanna fly. Еще один вард. Ну и теперь будет ждать, будет ждать свою жертву. Супер в инвизии, уходит отсюда и повезло Суперу, что он не решился зайти в спину. Если бы здесь под вардом прошел, были бы огромные проблемы. Но посмотрите, вся линия полностью заваржена командой Empire. Да, это даже не сейчас, когда сюда пришел Хао. Это было раньше сделано. Раньше, чтобы команда Вичи Гейминг не имела возможности. Не вся команда, а именно Вивер не имела возможности подойти и кому-то настрелять. Например, Алоха Дэнсу или Рубику в спину, пока те будут заниматься своими саппортовыми штучками. Хао. В кусты загнан Алоха Дэнсом. Ульта пошла у нас от Супера. На лоу ХП уходит Always wanna fly. Все на Шукучах, но лучший спелл Always wanna fly просто не мог украсть. Хилиться, регениться, транквил бутсы есть. Просто бегай все время в Шукучах, все время получай 20 ХП регена и просто-напросто никого не ощущай на себе. На Рошана заходит команда Empire. Есть у них, в принципе, время на то, чтобы развалить Роху. Да, просветил их. Ice Ice Ice, Ice Ice, несчастный 0.63. Врываться туда он не будет, иначе это будет 0.73. Йоку отходит. У Йоку есть даггер. Йоку готов, если что, ворваться туда в толпу, как только кто-то придет и дать их от слэм. Наверное, никто не придет, и это правильное решение. Еще и фамильяры здесь удачно сели как раз для Сайлента с ДД. А нет, ДД бесполезен, потому что фамильяры уже у нас впитывают не дэмэдж, а количество ударов. Ice Ice Ice, улетает на мидлейн на собственных крипов. Вот зачем Хук встроен у нас в Клокверка. Ну, сами посудите, 0.63. Что хорошего ждет Клокверка, если он будет файтиться против двух-трех игроков команды Empire. Always One Offline не хочет расставаться с Шукучи, а придется. Придется. Пропадает Шукучи Always One Offline. Надо было гнаться за Вивером до конца. Гнаться за Вивером до конца, давать Шукучи. Вивер в итоге приобретает себе дезолятор. Это не БКБ. Одной линкой решил ограничиться Хао. БКБ, если и появится, то уже попозже. Так вот, Вивер на данный момент имеет, кстати, топ-нетвор в своей команде. 12600. Отстает от Сайлента на 1500 и обгоняет Резолюшена на целую тысячу. 27 минут сыграно. Empire 5000 золота, 5000 экспа. Давайте по артефактам пробежимся, что ли. Резолюшен. Есть Мека, есть Аганим, ПТ и Аквила. У Рубика. Force Staff, Soul Ring и Tranquil Bootsy. Shaker, Dagger и Force Staff. И вспомогательные штукенции для Йоку. Но мобильный. Двигается по полкарты за два прыжка. Дизраптор у нас. Glimmer Cape. Есть Point Booster. Есть уже Ogre Club. Ну и 2000 остается до появления Аганима на Aloha D'NC. И у Герокоптера, которым играет Silent. Есть Доминатор, есть БКБ, есть Face Bootsy. Drum of Endurance и Blade of... Ой, Blade. Ринг оф Аквила. Blade of Alacrity это я уже превосходя... Точнее, опережая события. Называю. Я думаю, что в итоге Blade of Alacrity должен появиться. Либо это будет Сэн Джин Яша, либо это будет Манта Стайл. Скорее всего, Манта Стайл на Сайленте. Для пущего страха команды Вичи Гейминг. Чем больше Сайлентов, тем грознее команда Эмпайр выглядит. В это время у Визажа уже есть Ogre Club, есть Point Booster. Еще остается 2000 до появления Аганима. Та же история у нас и Олоха Дэнса. У Клокверка появляется Гёс Септор. Вот так вот не хватает Гёс Септора, видимо. А Сэй Сайсу, чтобы выживать, есть Blade Mail. Его, в принципе, никто не ощущает. Вивер, 2000 почти после появления Дезолятора. И, кстати, Вивер у нас уже на арену выходит. Арену файтов уже может что-то предложить своей команде. Уже неприятная вещь, его надо контролить. Иначе он будет контролить как минимум саппортов. А если саппортов забрать от команды Эмпайр, то это уже не совсем то будет. Ну и Сэфа. Есть Мека, есть БКБ, есть Power Threats. Хао поймали у нас. Фиссура от Шейкера минус Хао. Вот и доигрался бедняга Леон. Ой, Леон, в смысле, Леон. Вивер, конечно, Леон внизу у нас. Леон не доигрался, Леон не дошел просто дотуда. Ну и фай, если что, там бы остался. 7.20 счет. 612 заработали на мейнкере командовичи гейминг золото Эмпайр. И по экспириенсу 1300 подняли с него. У Сайлента сразу приобретаются серьезные артефакты. Никаких тебе яш. Покупает себе Баттерфляй. Сайлент сразу же без частичных артефактов. Не имея их в своем этом билде. И в куре уже летит готовая штучка такая за 6000 голды. Важная, интересная, полезная на гирокоптере. Ну что, так, Вайпер у нас на Рошане. Решил отдаться, умирает Резолюшн. Еще и Мега Килл Стрико дает СФу. Правда, вдвоем просели по ХП, что FY, что Айс Айс Айс. В это время на хайграунд уже поднимается команда Эмпайр. Т1, Т3 точнее, по нижнему лайну развалили. Сайлент с Аэгисом, поэтому Сайленту бояться нечего. У него не только Аэгис, но у него еще бабочка и БКБ. Пробивать, по сути, Сайлента нечем. Хукшот пошел у нас от Айса Айс Айса. Самоубийца. Под Статик Шторм, в Кинетик Филде, в собственных Когах. Нет больше Айса Айса, может и не будет. Супер под БКБ. Развольтился под Сайлента. Сайлент начинает наваливать по Суперу. Сайлента, если что, есть еще Аэгис, а может и не придется его тратить. Дальше за Супером. Умирает в итоге у нас ССФ. Минус 3 делает команда Эмпайр. Теряют Аэгис на Сайленте. Минус 4 уже Эмпайр. И минус 4 Вичи Гейминг. Что у нас рубка Хау против Сайлента? Смотрим. Пока что 4 в 5 вообще файты. И Вичи Гейминг классно огрызнулись. Попайтились просто на ура. Сформ на Сайленте. Ну и Хау должен здесь разваливать Сайлента в итоге. Хотя Рукет Бараш есть от Сайлента. Будет ли разворот? Нет, бежит, бежит, бежит. Есть у него МКБ. Есть у него Баттерфляй. Точнее у Хау нет МКБ. Можно попробовать убежать. Ну и дальше Фамильяры гонятся. И уже Резолюшн здесь. И уже Мека по Сайленту. И уже Хау ошибся. Поворотом уходит отсюда как можно дальше. Так. По файту этому Эмпайр оказались в плюсе. Да ладно. Это шутка что ли? 4 в 4 подрались. Эмпайр в плюсе по золоту. По Экспе тоже Эмпайр в плюсе. Даже удивительно. Вроде бы команда Вичи Гейминг должна была побольше подняться. Здесь по голде. Все-таки Эмпайр выигрывают. Но тем не менее Эмпайр больше заработали денег. Может быть засчитался сюда Тауэр. Вполне может быть. Все-таки деньги капнули. 32 минуты. Климеркейп на Леона. Так. Хукшот у нас опять от Айсайсайса. Always on a Fly решили найти. Ну. С Always on a Fly можно справиться. Не самый толстый герой. Резолюшн. Против Леона. Можно и развернуться. Айсайсайс, Финриер, Резолюшн. Где? Где? Где вообще? Где? Где помощь? Сайлент подошел. Ну. В это время уже команда Вичи Гейминг отстала от Резолюшна. 12-24. В 2 раза больше фрагов у команды Эмпайр. Можно идти сносить любую сторону. Правда. Команда Эмпайр ждет. Видимо доверного решили сыграть. Ну почему бы и нет. Это Гранд Финал. Особенно быковать нет смысла. Хотя вспомним Гранд Финал Интернешнл. Миллионные призовые. И что? И 19 минут. 15, 19, 16. Вичи Гейминг с ужасом помнят. Чего это им стоило? А стоило это ни много ни мало 2 миллиона. О команде Вичи Гейминг. Эмпайр по топ-лейну. У Сайлента готовится выход в скаде. У него почти 2000 на руках. В принципе все. Второй алтимейтор можно приобретать. Поэтому Гирокоптер будет мощнейшей фигурой у нас на карте. 34-я минута заканчивается. Ну и скорее всего линия падает для команды Эмпайр. Крипы зашли по топ-лейну. Можно бить по баракам. Никто не подходит. Но подойдите хоть кто-то. Алоха Дэнс хотя бы. Вивер в это время Рубика разбирает у нас на топ-лейне. Хао улетает вниз. Сайлент. Минус. Минус Дэв. Сайлент. Айс-айс-айс. Гниет здесь под колдаун. Сайлент настреливает по суперу. Флагкэннон провязал уже Сайлент. Флагкэннон закончился. Сайлент пытается отсюда уйти. И Сайлента могут кстати развалить Йоку с Эхо Слемом. Просто надо ворваться. Врывается Шейкер. У нас Эхо Слем по Айс-айс-айсу. Здесь догоняют в итоге у нас Сайлента. Нет, Сайлент мансил. И очень неплохо мансит. Хао дальше за ним. Что куча есть. Конечно, Сайленту здесь дальше надо мансить. Не справиться просто так. Сайлент в кусты. Ой, какие танцульки от Сайлента. И Сайлент уходит у нас в итоге от Хао. Не видит его Хао. И Сайлент на линию быстрее. И понимает, что все. Избавился он от Хао. Да не иди же ты туда. Хао опять влез. Плевать вообще на эти даблкил. А Лоха Дэнс там просто чудеса творит. Сайлент в это время успевает сделать ТП-аут. И должен же уйти. Уходит Сайлент на собственный фонтан. Лоу ХП. Дичайший Лоу ХП. Помансил здесь. Пришел сюда. Потанцевал немножко здесь. Ушел. Купил себе ТП. И улетел. Продал ТП. Купил Орпов Веном. Зачем он тебе нужен? Непонятно. Орпов Веном, по-моему, теперь в обычном магазине. Да, есть у нас... Нет. Нету. Значит, где-то был выложен Орпов Веном от Геррокоптера. Понятно, зачем он для Скади нужен. Есть уже Ultimate Орп для Сайлента. Но и остается совсем немножко. Остается 100 голды. До появления Eye of Скади. Тогда не так сильно будет проседать Геррокоптер. В любом случае, команда Empire держится на уровне 2Х по фрагам. Касательно команды Вичи Гейминг. 14-28. До этого было 13-26. До этого было 12-24. То есть на каждое убийство игрока команды Empire отвечает двумя трупами от Вичи Гейминг. Неплохая такая боевая тактика. Агрессивно, зло, спортивно. Все интересно очень. Empire. 6000 золота, 8000 экспириенс. Так, пошла ракета. Просветили игроки команды Вичи Гейминг Империю. Знают, где они находятся. Супер. Вместе с Хау на Рошана. И что? Забирают Рошана игроки команды ВГ. Eye of Scies сбрывается на Сайлента. У Сайлента есть БКБ. Сайлент вылетает у нас из Когов. Минус Eye of Scies. Это не обсуждается. Супер. Под колдауном. Но у Супера, в принципе, есть здесь БКБ. Развультирился у нас Супер. Empire почти в полном составе. Живый и фулловый. В итоге на Лоу ХП у нас Супер. Хау отправляется в таверну. Статик Шторм чудеса творит. А Лоха Дэнс уже с Аганимом. Поэтому Статик Шторм просто дичайший. И Супера здесь ловят. Минус 4, скорее всего, делает команда Empire. Да, минус 4 плюс потерянный Эггис. Вот СФ по сути это минус 5. 14.32. Пошла жара в хату. 3.250 зарабатывает Empire. По золоту и 7.700 по экспириенсу. И это что? Это повод идти сносить. Как минимум одну сторону команды Вичи Гейминг. Смотрим на байбеке. Хау имеет байбек. И на этом закончим. Больше ни у кого. Хау через 45 секунд появится. Но есть ли смысл самому отбиваться? Непонятно. С другой стороны через 5 секунд будет уже Клокверк. Поэтому можно и Хау появится. Сторона в любом случае падает. Поэтому... Если правда Хау не появляется, то упадет еще одна сторона. Здесь крипы у нас рейнджевой барак допушивают. В это время милишный барак и рейнджевой на топ-лейне разваливает команда Empire. Минус 2 стороны. Здесь стоит внешний Тауэр внизу. Поэтому... Третью сторону запушить не получится. А вообще 20 секунд команде Empire на это хватило бы. Внешний Тауэр. Ладно, пойдем заберем Т2. Сайлент летит. Кувыркается. Нравится Сайленту Дота. Просто чудо из чудес вообще, а не игра. У Сайлента все хорошо получается. Сайлент может себе позволить Сальто делать на Гирокоптере. Вообще самый забавный из персонажей, по-моему, Доты. Самый забавный, потому как дико нелепый. Вот, пожалуйста, опять Сальто. Все это на одном и том же уровне. Минус Тауэр. Еще один Тауэр для команды Empire. Это последний внешний Тауэр команды Vichy Gaming. Еще один Т3 стоит внизу. Ну и линия последняя для Vichy Gaming. Все это понизу. Если команда Empire здесь свой план реализует, то, конечно, ГГВП 100%. Да и так уже близится к этому игра. Ульта пошла у нас от Супера. Сайлент под БКБ. Еще одна, это от Always on a Fly была, видимо, ульта. Потому что от Супера только-только была ульта. Минус Айс, Айс, Айс. Минус также Дизраптор. Сайлент на лоу ХП. Сайлент отправляется в таверну. Резолюшн начинает ковырять Хао. Сбивает линку Хао. Хао под Глиммер Кейпом. Ну и Резолюшн тоже здесь умирает. Минус 3 делает команда. Vichy Gaming. Always on a Fly. В чужие коги ударил здесь и Леона, и Хао. И пытается уйти отсюда. И может быть даже получится. Стопить в принципе нечем. Фамильяр прилетел. Но у Фамильяра тогда еще в кулдауне был стан и приземление. В итоге Шейкер и Лесуна Флай уходят из файта. И по итогу команда Vichy Gaming. 3 400 зарабатывает по золоту. И 8 200 зарабатывает по экспириенсу. Ну не камбэк ли это? 15 тысяч. Голды Эмпайр выигрывали. По экспе выигрывали 14. Ждем обновления графиков. Ну как-то не сильно по графикам все понятно. По экспе выигрывали 14. Теперь 10 выигрывает Эмпайр. По голде с 16 до 14 спустились игроки Империи. Вивер все-таки покупает себе Блэк Кинг Барн. Стоять под кулдауном. Да и под все ерунду от Дезераптора тоже неприятно. И глимс. Надо хоть как-то и выйдет, если вдруг сбили Линку до этого. Поэтому важное приобретение для вивера. Правда дамажить Хао слабее приходится. Все-таки дэмэдж этот можно было втащить. Деньги типа тратить на дэмэдж. С другой стороны Хао и так неплохо бьет под Дезолятором. При наличии МКБ неплохой относительно урон для Хао. Ну и по Нетворцу по-моему он где-то уже близко к топу. Да, на втором месте Хао по-прежнему. Проигрывает правда 4,5 тысячи своему оппоненту прямому Сайленту. Но тем не менее смотрится очень даже уверенно. Обгоняет резолюшн на 3 тысячи голды. Поэтому Хао молочек. Эмпайр по нижнему лайну. 42-ая минута. Always on offline. Не хватает скорости атаки здесь по фамильярам. Напомню еще раз фамильярам обрезали хпшку. Надо просто нанести 6 ударов по фамильярам. Поэтому независимо от того как ты дамажишь. Тебе надо быть просто с большой скоростью атаки. Сайлент с ДД. У Сайлента куча огромнейшая дэмэджа. 400, 500 даже. 580 дэмэджа для Сайлента. Пускай не 580, 570. Но поверьте разница небольшая. Но все спадает с ДД Сайлента. Значит можно и пофайтиться теперь команде Вичи Гейминг. Готово заходить империя на хэграунд. Последняя линия. Здесь готовится в бок зайти Хао. Дать свормы по всем. Как я понимаю начинает разваливать всех. МКБ есть у Гирокоптера. Есть Скади. Есть Баттерфляй. Дэмэджа много у Сайлента. Ну что Хао где ты? Хао подшу кучи. Быстрее на лайн. Сайлент. Впитывает в себя дэмэдж от Финрира. Некритично. Все фуловые по хелспоинтам. У всех. У всех есть ульты. Хао до сих пор на мидлейне. Не подходит вниз. Наверное не нужно. Рано еще. Везде есть Вижен. Везде есть Сентрики. Палят у нас беднягу Хао. Главное только подойти. Врывается у нас Йоку. Эхо слэм по Суперу. Супер в таверну. Супер сразу же байбэк. Хао начинает настреливать по Алоха Дэнсу. Алоха Дэнс здесь должен умирать. Дальше за Алоха Дэнсом Хао. Статик Шторм. В него наступает Хао. И это может быть критично. Просто. Клэп под ноги. Хао умирает. Просто в Статик Шторм от Алоха Дэнса. Это лучший предмет. Предсмертный скилл. Который мог бы быть вообще вкастован команда Эмпайр. И Хао. Тут жадность его сгубила 100%. Байбэка у Хао нет. Не хватает на это денег. Поэтому команда Эмпайр должна смело заходить на хайграунд. Сайлент живой. Резолюшн живой. Отжираться Сайленту тоже не проблема. Финрир в таверну. Супер в таверну. Минус 5 делает команда Эмпайр. И Смерть Хао в принципе решила исход данного матча. Эмпайр выигрывают. Первую игру гранд-финала номинально. Это вторая игра. Потому что Эмпайр начали с победы. С преимущества в 1 поинт. В данном Best of 5. Поэтому Эмпайр уже впереди. Впереди со счетом 2-0. Напомню, что игра играется до 3 побед. Это Best of 5. Еще одна победа команды Эмпайр. И Эмпайр выиграют денежки. Если Эмпайр проиграет, разумеется, там будет следующий матч. Ну что, увидим, услышим, узнаем. Пока что не переключайтесь. Не забывайте подписываться на наш канал. Заходите в нашу группу ВКонтакте. Она прямо под окном Твича. Ну и, конечно же, наш канал YouTube, Twitter. Все это в соцсети тоже под окном Твича. Напомню еще раз. Это студия игрокам ТВ. С удовольствием трудимся для вас. У микрофона друг. Услышимся через 3-4 минуты. В следующей игре данного противостояния. Возможно, в последней игре данных баталий. Между ВИЧ и Геймингой и Тим Эмпайр. Все, до связи.